Привет, меня зовут Антон, это школа английского языка English Show. Любишь медицинские сериалы? Хочешь выучить полезные выражения по теме медицины, если они пригодятся в путешествиях? А мы вот не просто выучили, а еще и сделали для вас классную подборку английской лексики по сериалу Dr. House. Заваривайте чаек и погнали! Dr. House очень известный сериал, его уже сто лет назад разобрали на цитаты, а посмотрели его 80 миллионов зрителей. Каждый из 177 серий, гениальный, но не от мира сего, естественно, это же сериал, врач Грегори Хаус вместе со своими коллегами разбирает самые сложные медицинские случаи, чем часто спасает пациенту жизнь, а у всех остальных взамен отбирает нервные клетки. Но любим мы Dr. House не только из-за его едких шуток, но и из-за прекрасного английского и замечательного актера Хью Лори, который его изобразил на экране. Поэтому предлагаю взять и, как сам Dr. House, препарировать его же собственные шуточки, но и не только его. Кстати, я ведь и сам своего рода врач, поэтому давайте-ка сейчас вот откройте это видео не на полный экран, а поменьше, чтобы видно был интерфейс, и у вас там нет пальца вверх. Ребят, ну это явно патология. Вы меня, конечно, извините, но с таким долго, так сказать, не протянете. Так что давайте ставьте пальцы вверх. И вот теперь, наконец-то, начинаем. Первая фраза. How can I help you? How can I help you? Как я могу вам помочь? Или... How you feeling, sister? How you feeling? Как вы себя чувствуете? Что ж, настало ваше время жаловаться врачу на английском, поэтому давайте разберем симптомы. Или, как говорят, там у них... Let's describe the symptoms. Разберем несколько. I have a terrible headache. У меня сильно болит голова. Или дословно, у меня ужасная головная боль. Вообще, чтобы на английском сказать, что у вас чего-нибудь болит, надо знать слово a, боль. У этого слова может быть очень много производных, в зависимости от того, где, извините, у вас болит. Например, headache. Головная боль. Ear ache. Ушная боль. Stomach ache. Боль в желудке. Tooth ache. Зубная боль. Ну и самая, наконец, что не на есть боль, которую скрывает, скорее всего, Гарольд, это heartache. Душевная боль. Но, может быть, у вас случай посложнее, вы обелись скитлсой, и теперь... She's starting to run a fever and the rash is spreading. She's starting to run a fever and the rash is spreading. У нее начинается жар, и сыпь распространяется. Fever переводится как лихорадка или жар. Обратите внимание, как можно описать развитие симптомов. Run a fever. Лихорадка усиливается. The rash is spreading. Сыпь распространяется по телу. А вот более тяжелый случай. Rash plus nosebleed plus sleep disturbance. Сыпь плюс носовое кровотечение плюс нарушение сна. Equals Wegener's granulomatosis. Equals Wegener's granulomatosis. Да это же гранулематоз Вегенера. Итак, здесь девушку беспокоят. Во-первых, rash, сыпь. Во-вторых, nosebleed или bleeding, носовое кровотечение. Ну и, наконец, sleep disturbance, нарушение сна. Еще несколько неприятных симптомов. The sores will go away as well as her fatigue and the muscle pain. The sores will go away as well as her fatigue and muscle pain. Уйдут ее язвы, усталость и мышечная боль. Sores в данном случае язвы, fatigue, усталость, muscle pain, мышечная боль. Забавно, как они в сериале это на полном серьезе разбирают, потому что если бы я пришел в поликлинике к врачу и на это пожаловался, мне бы сказали, отсыпи, правильно питайся, чтобы из носа не текло, вставь ватку, а чтобы нормально спать, тик-ток перед сном не смотри. И давай иди, у меня очередь, а скоро обед начинается. Напишите в комментариях, какие симптомы еще нужно знать на английском для похода к врачу. А если вы думаете, что выучить английский по фильмам и сериалам нельзя, приглашаем вас на бесплатный урок в онлайн-школу английского языка English Show. Опытный преподаватель не только определит ваш уровень, но и покажет, как проходят уроки. Их особенность в том, что все грамматические темы отрабатываются при помощи фильмов и сериалов. Так вы учитесь внедрять то, что усваиваете в жизнь, и понимать на слух как американский, так и британский английский. Записывайтесь на первый бесплатный урок по ссылке в описании. Кстати, когда приходишь на прием к врачу, обязательно надо сказать, есть ли у вас на что-нибудь аллергия. По-английски говорят be allergic to. Иметь аллергию на что-либо. I'm allergic to toxic people, for example. Allergic to an anti-allergy medicine? She's allergic to anti-allergy medicine? У нее что, аллергия на лекарства от аллергии? Да, тяжелый случай. Кстати, если принимаете какие-то лекарства, не забудьте сказать об этом доктору тоже. Говорится это так. I'm on. И дальше название лекарства. Вы можете меня спросить, а как же тогда сказать, что я сижу на этом лекарстве? Ну, да, это будет точно так же. Но я думаю, что если ваш доктор не психотерапевт, то он поймет вас правильно. You've asked her three times if she's on any meds. Ты спросил ее три раза, принимает ли она какие-либо лекарства. А дальше начинается самое интересное. Поиск истины, постановка диагноза. Здесь хаос творит чудеса диагностики. Однако чудеса не происходят сразу. Сначала нужно сделать анализы. По-английски это run tests. I'll run the tests. Я проведу необходимые исследования. Так какие же анализы бывают? Ну, самое любимое доктора Хауса, когда пациент уже одной ногой в могиле, назначать ему МРТ. По-английски MRI. Сериал даже ругали за то, что они проводят МРТ в каждой серии, при том, что это достаточно дорогое и редкое исследование. Возможно, доктор Хаус за что-то очень сильно не любит страховые компании. Я не знаю. Вот почему доктор Хаус также назначил МРТ. Доктор может order an MRI, назначить МРТ, или schedule an MRI, запланировать МРТ, как правило, на конкретную дату. Также стоит запомнить. Альтрасаунд, УЗИ, биопси. Биопсия. Ультразвук и биопсия подтвердили наши опасения. Надо было проводить МРТ. Если это не помогло, то можно сделать вскрытие. Шучу. Если это не помогло, я хотел сказать, то можно провести другие исследования. Например, genetic test. Генетический тест. Я хочу провести генетический тест на хорею Гентингтона. Pressure check. Измерение давления. Кстати, check ведь еще значит есть, поэтому когда вы делаете pressure check, вы можете сказать pressure check. Давление присутствует. Далеко не все пациенты доктора Хауса могут этим похвастаться, я могу сказать. Итак, pressure check. We also check the ocular pressure. It's normal. Check the ocular pressure. It's normal. Я измерил глазное давление. Оно нормальное. Paternity test. Тест на отцовство. I want a paternity test. I want a paternity test. Я требую тест на отцовство. Blood test. Исследование крови. Do a blood test to confirm start hormone replacement. Do a blood test to confirm, then start a hormone replacement. Сделайте тест крови, чтобы подтвердить, и начинайте гормонозаместительную терапию. А как сказать, что тест показал негативный результат? В таком случае принято говорить negative for. I'm negative for paternity. У меня отрицательный тест на отцовство. Оказалось, что я не отец ребенка, а мать. У нее также не нашли трихинелеза, токсоплазмы или узелкового полиартерита. Анализы сделаны. Как правило, после этого вся команда собирается у маркерной доски и производится лютый брейншторминг, который приводит к самому волнительному – спасению пациента. Чаще всего хаос слышит от благодарной родни что-то типа Это потрясающе. Вы ее вылечили. Глагол fix здесь не только починить, но и вылечить. Хотя в особо тяжелых случаях пациента может спасти только хирургическая операция. Ей понадобится операция, чтобы удалить опухоль. Впрочем, в конце хаос команды обычно творят чудеса и все-таки находят лечение. Вылечить рак. Ну, а педагоги английского шоу также гениальны в своей профессии, как и доктор хаос в своей. Поэтому переходите по ссылке в описании на бесплатный урок. Напоминаю про него. На уроке вы определите свой уровень и поставите цель. А преподаватель сделает все, чтобы обучение было индивидуальным и эффективным. Ну, а я сделаю все, чтобы следующие ролики были таким же клевыми и интересными, как этот. Поэтому спасибо, что смотрели и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok